Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Тазики и веники. В Бобруйске за неделю сгорели две бани. Не осмотрелась. Пенсионерка попала под машину. И поехали заработать, но сгорели заживо. Подробности пожара в Москве. Мы начинаем. В полвосьмого на Гагарина под колеса угодила пенсионерка. Женщина, видимо, хотела перебежать дорогу, пока никого нет. Но, возможно, в силу возраста Ей-83 не смогла убедиться в безопасности маневра и попала прямо под колеса Ауди. К слову, ЧП произошло буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода. 19 февраля ориентировочно в 19.08 водитель, управляя автомобилем Ауди, двигаясь по улице Гагарина со стороны улицы Ульяновской в сторону улицы Рокоссовского, в крайней левой полосе, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы были обречены следственными повреждениями, с которыми она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. ГАИ просит откликнуться очевидцев аварии и позвонить по телефонам, которые сейчас на ваших экранах. Всего же за неделю на Бобруйских дорогах произошло 16 ДТП, а в двух из них пострадали люди. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает одну из причин гибели. На дорогах остаются наезды на самых уязвимых участников движения – пешеходов, велосипедистов и боссиков. По тяжести последствий такие ДТП находятся на первом месте. Главным условием безопасности на дороге остается дисциплинированность. И помните, за нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность. Проезд пешеходного перехода для шофера может обернуться штрафом в размере от одной до пяти базовых величин. Пешеходу уже придется раскошелиться от одной до трех. Далее традиционно подборка ситуаций, которые попали в объективы ваших фотоаппаратов. До помыться дело не дошло. За неделю в городе стало минимум на две бани меньше. Первая горела вечером 8 февраля. В МЧС позвонил прохожий. Когда спасатели прибыли на место, строение уже вовсю полыхало. Хозяева находились на улице. В результате пожара огнем повреждена стропильная система по всей площади. Обуглены стены в парильном помещении. Причина устанавливается. Наиболее вероятная версия нарушения правил эксплуатации теплогенерирующего аппарата ввиду перекала. Во втором случае, который произошел двумя днями позднее, настоящее геройство или элементарное знание основных правил безопасности проявил хозяин бани, что загорелось. Благодаря правильным действиям хозяев, которые достойно оценили обстановку и не пробовали тушить самостоятельно разгоревшийся огонь, тем самым, скажем так, сделали благополучную среду для тушения и ликвидации данного загорания профессиональными спасателями. В этом случае наиболее вероятная версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Всего же за неделю в городе произошло 4 пожара, в которых никто не погиб. С начала года зафиксировано 8 возгораний. Это на 4 меньше, чем в 2018. А в Могилеве рано утром 9 февраля сгорели «Жигули», но они почему-то лежали на заборе. Огонь полностью уничтожил машину. Почему произошел пожар и как автомобиль оказался в кювете на заборе из металлической сетки, сейчас устанавливают правоохранители. До наших соотечественника погибли на пожаре в хостеле Москвы. Возгорание произошло вечером 11 февраля. Как сообщают спасатели, очаг занимал площадь в 15 квадратных метров. Во время тушения бойцы МЧС эвакуировали из здания более 900 человек. Всего в хостеле проживало около тысячи. В основном строители из стран СНГ, приехавшие в Москву на заработки. Жилье часто предоставлял сам работодатель. Причину ЧП устанавливает одна из версий «Неисправная проводка». Правоохранители, к слову, сообщили в 2018-м в хостеле, выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности. Почти все они были устранены. Благодаря этому удалось избежать массовой гибели людей. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Риенс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин